В продолжении того, о чем говорил Муш, действия радиоотдачи, мы все уже последние два месяца готовились, и сегодня вечером открывается официально. А, да? Сегодня неделя книги начинается в Израиле. Мы действительно готовились, издали новые книги, и каббалистические движения поручительства, проделали кучу работы. Вместе с тем, сегодня я встретил всех товарищей из разных групп, по всей страны, я поразился увидеть, насколько приехали, столько людей, взяли много всего. Не представляете, что здесь происходило? Да, вечером. Один большой праздник. И мы, кроме всего, хотим передать этот праздник на всех наших лотках, по всем городам. Сегодня мы собираемся раздавать тысячи книг, как вы говорили, что мы готовились, работали, и сейчас хотим раздавать всем. И подобрали цены, чтобы было людям легко. Я бы хотел спросить, как на этой неделе, во время недели книги, люди бы приобретали книги для распространения? Это можно связать с тем, что вот, я готовился, а сейчас можно что-то сделать, что вот как раз на протяжении недели книги можно было бы заниматься распространением именно книг. Да, только. Это как операция военная. Как каждая военная операция. Я не говорю о твоих скидках в продаже. Мы сейчас выходим на военную акцию, военную операцию. Каждый, кто хочет приобрести, кто хочет заработать духовную, плата в том, что мы должны принимать участие. В первую очередь все принимают участие. Тут есть общее участие наше. Это наше, что мы вместе находимся в едином действии. А намерение постараемся принести то, что мы можем. Мы должны об этом думать в течение всех часов, что мы занимаемся этим. Это 10 дней, да? 10 дней, да. Каждый день с 6 до 11 вечера. Очень хорошо. Мы посвятим это время тому, чтобы находиться в намерении, но и в то же время делать все в соответствии с руководством, с тем, чему обучали. Не просто так проявлять какую-то собственную инициативу. В первую очередь должно быть хорошее окружение вокруг каждого нашего киоска. Должно быть хорошее, теплое отношение ко всем. Терпение безграничное. И потом связь. Необходимо связаться с человеком, поговорить с ним, побеседовать и только после того продать ему что-то. Надо, чтобы он уходил с хорошим сердцем, почувствовал теплое отношение. Мы должны связаться с народом. Когда-то вы назвали это с любовью. С любовью.